Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. По официальной информации, в Кыргызстане живет более 26 тысяч детей с ограниченными возможностями. Для них в республике есть 15 специализированных школ-интернатов, 4 дневных школ и 15 детских садов. Несмотря на это, по информации Министерства образования и науки Кыргызской республики, около 2000 детей с тяжелой инвалидностью не могут посещать специализированные детские учреждения. В действительности же в республике численность детей с ограниченными возможностями, лишенных прав на образование, намного больше. Как начался новый учебный год для особенных детишек в нашем материале. Пинай мяч! Молодец! Опять! Хорошо! Пинай мяч! Здорово! Хорошо! Это отрывок из воздухотерапии для детей с синдромом аутизма, которая проводится общественным фондом «Рука в руке». На этот раз урок проводится для 9-летнего Шамиля. Напомним, что воздухотерапия считается одним из передовых методов работы с детьми, болеющие аутизмом. Мать Шамиля Динара Ававильдяева говорит о том, что только тогда, когда сыну исполнилось полтора года, заметила, что у него есть особенности. Она отмечает, что начала замечать, что сын равнодушен к окружающим, сторонился даже близких, не смотрел им в лицо. При обращении к педиатрам никакого другого ответа, кроме того, что у детей, кто говорит позже, такое бывает, давайте подождем, не получала. Несмотря на то, что ребенку было уже 4 года, и он все не разговаривал, она стала беспокоиться и обращаться к логопедам, дефектологам. Но результата никакого не было. Позже, когда Шамилю поставили диагноз аутизма, начала искать родителей детей и нашла общественный фонд «Рука в руке». Она также говорит, что до этого приложила много усилий, чтобы дать образование сыну, но никакого результата не было. Если даже будет человеком из другого мира, надо приучить его этому миру. Эта работа не на один год, его надо продолжать всю жизнь. Что-то по дому делать, ходить в школу, научить этому уже большая работа. Но если каждый будет делать это, ребенка можно приучить. Приучиться другого выхода нет. Месяц плачет поначалу, не нравится, но потом все равно привыкает, что надо делать. Но для этого и школы нет. Мы прошли медкомиссию и встали на очередь в садик, ждали два года, но места так и нет. Элементарно в специализированный садик даже, оказывается, нет места, тем более не дадут аутистам. А школы вообще нет. В городе, оказывается, есть три спецшколы, и то даже по одному классу не открыли. Хотя бы по пять-шесть детей могли бы принять и открыть в пробный класс, но даже этого не сделали. Государство не помогает, родители только бегают. Говорит Динара. Она надеется, что и дальше будет приводить своего сына на учебные курсы общественного фонда «Рука в руке». Данный фонд – одна из немногих, кто прилагает усилия для того, чтобы дать образование детям с особенностями их здоровья. Нет социализации, они сами по себе, и их нужно постепенно приучать. Когда приучатся, можно вводить в класс, в садик, почему их никуда не берут. Пришел в группы детского сада, там было около 20 детей. Здесь говорят, туда иди, сюда иди, идите кушать. Уроки начинаются, рисуйте картинки. Идет же групповое занятие, а они сами по себе. А потом, если начинаешь заставлять насильно и ругать, начинают плакать, крики, истерика, а потом люди думают, что это ребенок невоспитанный или с таким вот характером. А на самом деле, просто у них восприятие другое. Рассказала директор фонда Джилдыс Садыкова. Сама Джилдыс хорошо знакома с проблемами детей-аутистов. У нее у самой тоже внук Даниар родился с особенностями здоровья. Для бабушки было большим ударом не только сам диагноз, а то, что в Кыргызстане нет специалистов, которые занимаются с такими детьми. По словам Джилдыс, ресурсный центр, которым она руководит, был создан в 2012 году. В основном силами родителей детей-аутистов. На сегодняшний день центр объединяет около 30 родителей. Родители приходят в центр со своими детьми и делают с ними в течение 6-8 часов упражнения, направленные на улучшение восприятия сознания их детей. Центр посещает в основном дети с особенностями здоровья от 3 до 10 лет. Но среди них также есть и подростки с 16 лет, которые остались вне образования. В стране испытывают трудности в получении образования не только дети-аутисты, но и дети, которые плохо слышат, плохо видят или имеют проблемы с речью. С такими детьми работает Центр развития слуха и речи, который был создан 4 года назад. На сегодняшний день центр посещает около 130 детей, которые учатся читать и писать. Наш ребенок не может хорошо говорить. Наш диагноз – задержка развития речи. Отсутствуют связки, но не может разговаривать с человеком, как 6-летний ребенок. Поэтому мы посещаем Центр развития слуха и речи. Наша надежда, чтобы ребенок заговорил, приобщился к обществу, жил в этой жизни как полноценный здоровый ребенок. Мы сами проживаем в Ашенне, но из-за ребенка мы переезжаем сюда. Я очень обрадовалась, когда услышала, что открылась школа. Раньше я очень возмущалась, когда мне говорили, что твой ребенок должен учиться в специализированной школе. Он не может учиться в обычной школе. Я отвечала, нет, Бог даст, с ребенком все в порядке. Он будет учиться в обычной школе, куда ходят все. Но со временем начала понимать, что он не может учиться в обычной школе, потому что общество не принимает такого ребенка, будет издеваться. Если будут ему говорить всякие плохие вещи, то ребенок будет катиться назад. Поэтому я начала задумываться, что лучше спецшкола. Если он будет учиться с такими же детьми, как он, развитие тоже будет улучшаться. Это было Айдана, мама семилетнего Алдамира, одна из многих родителей, которые переехали в Бишкек. Как отмечает руководитель Центра развития слуха и речи Гульнара Новойбаева, количество родителей, которые переезжают сюда, чтобы дети получили образование, с каждым годом увеличивается. Очень много тех, кто приезжает из областей. В домах вокруг нас много тех, кто снимает квартиры и живет здесь, чтобы их дети получали образование. Много тех, кто приехал из Ашана, Арына, из Икуля, от Баши Токтогула. Кроме этого, по просьбе родителей, мы открыли Центр Ивашен. Там сейчас работают три преподавателя из Бишкека. Приезжали дети из Канта. В связи с тем, они тяжело перенесли жаркую погоду. По просьбе родителей, мы открыли Центр там, в здании УКП. Дальше в планах есть открытие на Иссык-Куле. Приезжали много родителей из АКСУ. Просили там тоже открыть, если будут преподаватели для обучения детей с ограниченными возможностями. Приложим все усилия, чтобы и там до конца года открыть для детей Центр обучения. Говорит Новойбаева. В действительности, многие из родителей, которые рассказывали о трудностях, с которыми они сталкиваются, отметили, что у них глубокое сожаление вызывает не только то, что их дети не могут получить образование, а само сложное отношение общества к таким детям с ограниченными возможностями здоровья. В Кыргызстане инклюзивное образование началось в 1992 году. Можно сказать, с того времени, как наша страна присоединилась к конвенции ООН о правах ребенка, в стране началась соответствующая работа по инклюзивному образованию. Но из-за нехватки финансовых средств в республике не проводилась на должном уровне работа по улучшению условий для получения образования детьми особой категории. Необходимо подчеркнуть, что специалисты отмечают, что в Кыргызстане инклюзивное образование понимается однобоко. Например, если речь идет об инклюзивном образовании, то его буквально понимают как метод образования только лишь для детей с ограниченными возможностями здоровья. На самом деле, цель инклюзивного образования – дать образование и воспитание детям, которые по каким-либо причинам не смогли попасть в общеобразовательную программу. Что такое инклюзивное образование? На каких детях он рассчитан? На эти вопросы ответила Наталья Шевченко, которая работает с различными категориями детей. Абсолютно для всех детей задержка психического развития. Для детей с ДЦП можно организовать, с даун-синдром. Инклюзивное образование предусмотрено то, что ребенок просто помещается в натуральную среду, но специально подготовленному педагогу, который знает, как работать с этими детьми, который разбирается, как построить ему программу, как построить ему обучение, который будет нормально реагировать на особенности этого ребенка и объяснять детям, окружающим, что ребенок этот не страшный, что он такой же, как и вы, но чуть-чуть другой. Вот это будет инклюзивное образование. По словам Лиги защитников прав детей, в Кыргызстане ежегодно рождается около полторы тысячи детей с ограниченными сознанием, задержанием роста ребенка. Этих детей невозможно встретить на улице, в детском саду, в школе или высшем учебном заведении. Большинство из них не выходят из дома, не интегрируют в общество. Как отмечают в Лиге, в республике права детей-инвалидов, в особенности их право на получение образования не защищается государством. Наоборот, вместо того, чтобы приобщать к обществу, введены разного рода препятствия. Материал специально для IWPR подготовила Элеонора Саганда-Кызы. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok